здравствуйте дорогие зрители prime тв с вами вновь ризван гусейнов и сегодня мы решили отдельно специально обсудить ситуацию которая складывается вокруг позиции турции относительно заявки финляндии и швеции по вступлению в нато североатлантический альянс мы знаем что различные мнения и позиции есть о том почему турция приняла такое решение фактически пока что не дать согласие на подтверждение этой заявки потому что для вступления в нато необходим консенсус все члены нато должны проголосовать поддержать вступление той или иной страны североатлантический альянс кстати не только турция мы знаем выступает против этого среди европейских государств и членов нато но учитывая исключительно важную и нарастающую роль турции как в регионале так и в мировой политике в европейской евразийской поэтому большинство ведущих каналов аналитиков акцентируют внимание именно на позиции турции по этому вопросах и причинах того почему турция препятствует пока что тому чтобы финляндия и швеция стали членами нато но официальная позиция анкара заключается в том что поскольку финляндия и швеция поддерживают некоторые националистические и террористические организации про курдские и курдские которые фактически ведут войну с турцией турецкой армии и уже не первые десяток лет создает серьезные проблемы для турецкой государственности суверенитета в том числе не только на территории турции но и на территориях соседнего ирака сирии мы знаем что эти курдские националистические и террористические организации поддерживает создание курдского государства на территории турции ирака ирана сирии и эта тема фактически является одним из рычагов влияния на региональную политику со стороны западных государств которым вовсе наплевать на судьбу курдского народа как они плевать хотели на судьбу и других народов которые использовали как рычаги своей борьбе своей политической политическом противостоянии с турцией в разные исторические периоды можно вспомнить о том как западная европейская политика всячески с конца девятнадцатого и в двадцатом веке поддерживала армянский терроризм национализм на территории турции дашнак сетон и другие террористические организации армянские которые добивались создание армянского государства за счет турецких территорий и не только турецких в том числе и кавказских территорий азербайджана грузии в том числе у них претензии были и на территории ирана и прошедшие столетия показала как трагически завершился этот этап для армянского народа и сколько он потерял первую он потерял турцию доверие турции эти свои территории на которых они жили многие века и никто на западе им не помог просто использовал ни на западе не в россии не в царско-русский период не советский период никто им не помог им и это было всего лишь разменная карта в игре больших стран после того как это разменная карта была использована то была активизирована курдская карта со второй половины двадцатого века шестидесятых годов особенно и эта тема уже в течение свыше 50 лет является актуальной для турции то есть это угроза и это при том что курдский народ курдские деятели политики деятели культуры искусства давно интегрированы в турецкое политическое культурное общественное пространство они депутаты они политики они высокие государственные чиновники военные и стоят на страже турецкого суверенитета интересов но на западе есть определенные интересы методом курдской карты попытаться и это иногда успешно и бывает ослабить турецкую государственность влиять на позицию турции на те или иные вопросы мировой политики через курдскую карту и что самое интересное финляндия и швеция тоже являются разменными монетами в этой игре то есть поддержка и то что приют нашли в швеции финляндии очень много представителей и лидеров курдского националистического террористического движения различных организаций которые фактически борются с турцией это не делает честь ни финляндии не швеции и они всего лишь тоже разменная монета поскольку эта игра германии франции и других государств которые просто филляндии швеции используют как площадку где пытаются скрыть свои намерения и представить это как то что не только франция германия ряд стран а и другие том числе швеция филляндия яра поддерживают создание курдского государства и права курдского народа якобы то есть создается некая коллегиальность коллективность этого и я понимаю как сейчас сложно финскому и шведскому руководству потому что они действительно стали разменной монетой на фоне войны украине они сейчас стремятся стать членами на то чтобы обезопасить свои государства свои страны но в первую очередь им упреком предъявила турция национальная безопасность который под угрозой именно из-за того в том числе что филляндия швеция поддерживают курдский сепаратизм и терроризм то есть те кто рыли яму для турции сейчас сами оказались в аналогичной яме или ситуации турция четко дает понять что швеция финляндия должны выдать экстрадировать всех лидеров от этих курдских террористических организаций перестать поддерживать финансово военно и идеологически эти структуры тем более часть из них признаны террористическими и в сша и в ряде западных стран часть еще нет но в любом случае турция будет говорить об этом с партнерами по нато и в первую очередь с сша ясно что предмет торга высокий если запад хочет безопасности для некоторых европейских стран я имею виду финляндию и швецию то естественно в первую очередь должен услышать голос турции и обеспечить ее безопасность безопасность турции который был играет ключевую роль североатлантическом альянсе и это никто не может игнорировать я думаю что скорее всего вопрос решится на уровне компромиссов возможно конечно турция пойдет на некоторые уступки но в том случае если финляндия и швеция тоже пойдут на уступки и выполнят законные требования турции кроме этого определенные подвижки должны быть от евросоюза миграционной политики следует евросоюза вспомнить сколько мигрантов на себя взяла турция тем самым приостановив поток миграционный из сирии и ирака на территории евросоюза но евросоюз должен финансово поддерживать турцию которая взяла на себя груз содержание обеспечением многомиллионной армии беженцев из сирии и рака если будут подвижки в этом вопросе если будут подвижки в снятии эмбарго на продукцию военно-промышленного комплекса турции потому что европа не наложила некоторые эмбарго то естественно это пойдет на пользу по поводу диалога относительно согласия турции то есть это и как мы отметили курдской вопрос миграционная тема и вопрос снятия эмбарго вот это возможно три основные темы которые должны обсуждаться и по всей видимости будут обсуждаться в течение ближайших недель а итоговое решение может и не итоговое но важное по этой теме будет принято наверно в мадриде на саммите нато 29 июня где в том числе будут обсуждаться очень важные вопросы по выработке дальнейшей стратегии деятельности нато создавшейся ситуации в мире и в регионе ну естественно учитывая высокий уровень тех кто соберется на этот саммит будет наверно обсуждено и принято конкретное решение относительно справедливой позиции турции и тех вопросов которые она адресует как к нато евросоюзу так и конкретно к финляндии и швеции и и и и и и и